Добрый день! Редакция сайта Зараз.Инфо находится в рабочем комитете городского головы города Лисичанска Сергея Шивина. Сегодня должна состояться вторая часть 45-й сессии Лисичанского городского совета. Но ввиду того, что отсутствовал куорум, присутствовало всего 14 депутатов, включая городского голову, куорум отсутствовал и сессия не состоялась. Сергей Иванович, расскажите, кто не присутствовал на сессии? Добрый день! Сегодня действительно должна была состояться 45-я сессия городского совета, но оппозиционный блок опять бойкотирует и не является на сессию. Говорят о том, что депутаты не принимают какого-то решения, все зависит от депутатского корпуса, тем самым они показывают, что они не являются на сессию, не хотят решения вопросов, непосредственно касающихся города. Это бюджет медицины, это бюджет освиты, это культура и земельное хозяйство. Сегодня, явившись на сессию, они подчеркивают тем, что действительно они не болеют за город, они не переживают за город. А нужно говорить о том, что отбросить политические амбиции и заниматься развитием города. Когда вы решили назначить следующую сессию? Следующая сессия будет назначена на 10.05, на 14.00. Я думаю, абсурд их не прекратится, я думаю, они явятся на сессию, мы действительно отработаем сессию как положено. А среди депутатов городского совета есть депутаты, которые работают в составе структуры исполкома или в коммунальных предприятиях? Да, есть руководители, которые работают в коммунальных структурах, это Панаит Андрей, это Лысенко Евгений, это те депутаты, которые действительно в рабочее время могли прибыть на сессию. Это руководители учебных подразделений, это Юсакова Ольга Петровна, которая не явилась на сессию, это суржант Татьяна, которая не прибыла сегодня на сессию. И говорит о том, что директора школы не болеют за то, что в действительно образовании были выделены деньги и работа учебных подразделений велась в нормальном режиме. А в школах и в коммунальных предприятиях сегодня рабочий день? Да, сегодня рабочий день, потому что люди сегодня отрабатывают за 30 число. И здесь наступает тогда вопрос по поводу вот этих четверых или более депутатов, которые работают в коммунальных предприятиях и в структуре исполкома. Меры по отношению к ним, воздействия. Сегодня нужно будет задать вопросы зампредам, которые курируют данные отрасли. То есть Якимчук, который курирует коммунальное хозяйство, он должен спросить. Я задам вопрос, почему не было его руководителей. Ганшин и Игорь Иванович задаст руководителям школьных подразделений, почему не было их директоров сегодня на сессии городского совета. Хочу сказать, что вчера преподаватели школ собрались на производственное совещание. И где обсуждали проблемы в школах, но в конце совещания они перешли политические амбиции и начали писать письма на народного депутата. Так как городской главарь сегодня неправильно принимает решение по отношению к руководителям Горанова Худобы. Я им высказал, что не переводите производственное совещание о политической плоскости, потому что это может плохо закончиться. Занимайтесь образованием, а не политикой. И что бы вы хотели рассказать или передать своим избирателям города Лисичанска, да и всем избирателям города Лисичанска в связи с сложившейся ситуацией? Но сегодня лисичане должны задуматься над тем, какая политическая сила в городе руководит. Сегодня нужно достучаться до сердец лисичан и до их ума о том, что сегодня мы видим, какая политическая сила не дает развитию города. То есть оппозиционный блок стоит на своем, мешает развитию города, не дает развиваться городу, не принимает активное участие в развитии города. Тем самым не дает развивать медицину и образование. И все не гораздо пытаются возложить на плечи городского головы. Даже касается сегодня Косюнца дорог. В преддверии моей командировки в Китае я дал команду Якимчуку, Щелакову, который исполнял обязанности городского головы отремонтировать проспект Парамой. На сегодняшний день, вы сами видите, в городе дороги не сделаны. Сегодня я вторично пишу распоряжение на Якимчука, на Саханя и на Ларису Лях о том, что до 8 числа они обязаны выполнять работы по ремонту проспекта Парамой. И последствия, если данная работа не будет выполнена, мне придется спросить с них и потребовать для этого объяснения. Кстати, поскольку вы упомянули проспект Победы, Перемоги, там теплосетью, Лисичанской теплосетью были разрыты каналы теплосетью. До сих пор этот? Нет, данные работы завершены, грунт засыпан. Сегодня ждем, когда грунт просядет, чтобы можно было дальше провести работы по асфальтированию или установке газона. Спасибо. Пожалуйста.